Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем с вами изучать генеративные органы. И на прошлом уроке вы разобрали строение цветка и успели определить, что бывают одиночные цветки. Посмотрите внимательно, что мы здесь видим? Один красивый красный цветок. А также некоторые цветки собираются в соцветия, то есть образуют группу. Посмотрите, здесь мы видим несколько цветков. Значит, существуют одиночные цветки, а существует группа цветков. Итак, что же такое группа цветков? Что такое соцветие? Для чего, почему цветки объединяются в группы? А также, когда вы прочитали внимательно название темы, вы прочитали название строение семени. Вы знаете, что в цветках образуются плоды и семена. Цветок растет, цветет, а затем на месте цветка образуется плод, а внутри плода находятся семена. Так вот, на эти вопросы нам сегодня предстоит найти ответы. Итак, ребята, мы с вами только что сказали, что соцветия, это группа цветков, объединяющихся между собой и расположенных на одном стебле. Прочитайте внимательно определение и запомните. Также вы видите на экране, что соцветия различают простые и сложные. Посмотрите, как много соцветий. Нам нужно с вами разобраться, что такое простые соцветия, что такое сложные соцветия, чем они отличаются друг от друга. Приступим. Посмотрите внимательно. Соцветие называется простая кисть. Простая кисть. Читайте, ребята, соцветие. Простая кисть имеет длинную главную ось с цветками на длинных цветоножках. Теперь научитесь разбирать схему. Посмотрите, ребята, это схематическое изображение. Что вы здесь видите? Запомните, вот это ось соцветия. Красными кружками обозначены цветки. А вот эти отростки, которые вы видите, или так называемые цветоножки, на них сидят цветки. Значит, ось, цветок, цветоножка. Значит, соцветие простая кисть имеет длинную ось и цветки на длинных цветоножках. Прочитайте название. Это конский каштан, смородина, черемуха, редис, брюква, пастушья сумка и многие другие имеют соцветие простая кисть. Ну, соцветия очень много, ребята. Наверное, вы с удовольствием кушаете смородину, вишню, черешню, яблоки. И вам, наверное, всегда интересно, а почему некоторые плоды располагаются на одной длинной ножке, несколько плодов, а некоторые плоды располагаются поодиночке. Вот поэтому, ребята, они и располагаются. Если это группа соцветий, если это группа цветков, тогда вы видите на экране, как я привела пример вам со смородины, вы видите несколько расположенных плодов на одной оси. Посмотрите, ребята, простой зонтик. Цветоножки цветков, вот наша главная длинная ось. Цветоножки отходят от одной точки наподобие зонтика. Посмотрите, напоминает зонтик. У каких растений встречается? У яблони, вишни, лука, чеснока, черешни, примулы. У этих растений встречается соцветие простой зонтик. Вспомнили? Ну, конечно, черешня, вишня. Скоро наступит весна и появятся все эти вкусные фрукты и овощи. Итак, ребята, посмотрели внимательно, запомнили название растений. Дальше. Еще очень красивое, интересное соцветие называется щиток. Посмотрите внимательно, как расположена ось и цветоножки. Посмотрите, вот главная ось, а цветоножки разной длины, но все цветки располагаются на одном уровне. Такое соцветие называется щиток. Запомнили, ребята? Ось, цветоножки и цветки на одном уровне. Такие соцветия у груши, у боярышника. Посмотрите и вспомните, как выглядит груша, боярышник. Посмотрите, ребята, так выглядят цветки груши, образующие соцветие щиток. Ну, я думаю, вы все внимательно посмотрели и запомнили название. Дальше, ребята, давайте мы с вами посмотрим на эти соцветия и посмотрите. Скажите мне, какую разницу вы видите по сравнению с теми соцветиями, которые мы с вами изучили ранее? Посмотрите, что интересного вы видите в расположении цветков? Что вы видите? Какое отличие? Конечно, вы видите, что здесь цветки располагаются не на цветоножках, то есть у них отсутствуют цветоножки. Такие цветки называются сидячие, без цветоножек. Посмотрите, ребята, я буду говорить, а вы будете находить правильно соцветие. Соцветие початок. Строением похож на колос, но его главная ось толстая, мясистая, с сидячими цветками. Нашли початок? Ну, я думаю, конечно, вы справились. Вот початок, толстая, мясистая, с сидячими цветками. Такое соцветие у женских цветков кукурузы. Следующее определение. Главная ось, мясистая, имеет округлую форму с сидячими цветками и называется головка. Нашли? Конечно. Вот она, головка. Такое соцветие имеется у клевера. Ну и, естественно, осталось. На удлиненной основной оси сидят сидячие цветки. Получилось стихотворение. Конечно, вот это простой колос. Он у подорожника. Посмотрите внимательно. Отличается тем, что здесь мясистый главный стебель, главная ось. Видите, ребята? Посмотрите внимательно и запомните. Молодцы. Я думаю, все удачно справились. Ну, и здесь пример кукурузы. Вспоминайте женские соцветия кукурузы. Какое соцветие? Початок. Правильно. Молодцы. Итак, ребята, давайте рассмотрим. Посмотрите внимательно, почему назвали это соцветие корзинка. Какие здесь цветки? Без цветоножек или с цветоножками? Конечно, без цветоножек. Они сидячие. Внимательно прочитайте. Сидячие цветки расположены на мясистой, сплющенной главной оси. Похоже на корзинку. Когда мы несем корзину, вот скоро будет Новрусбайрам, и вы накроете столы, и в корзину разложите фрукты, овощи, сладости. Посмотрите, вот это соцветие корзинка напоминает корзину. Значит, корзинка характерна для астры, одуванчика, подсолнечника. Астры. Посмотрите на изображение. Какое растение вы здесь видите? Конечно, это нами любимая ромашка. Посмотрите, ребята, теперь давайте определим понятие простые и сложные. Вот мы с вами прошли соцветия, и все эти соцветия были простые. Почему простые? Потому что они состояли из одной оси и расположенных на ней цветков. А посмотрите внимательно сюда. Что вы здесь видите? Вы видите здесь одну общую ось и несколько осей, на которых располагаются цветки. На что похожа одна из этих осей? На что похожа? Посмотрите. На зонтик, правильно, на простой зонтик. Значит, если мы видим несколько простых зонтиков, то такое соцветие будет называться сложным зонтиком. Значит, сложное соцветие состоит из нескольких простых. Посмотрите внимательно. Вот это соцветие называется сложный зонтик. Несколько простых зонтиков. Встречается у укропа, у укропа, у моркови. А перед вами следующее соцветие. Оно не имеет цветоножек. Посмотрите, на что похоже каждая из них. На что похоже? Что вы видите? Ось с цветками без цветоножек на одной оси. Колос, правильно. Каждый из них простой колос, но так как они собраны вместе, значит, это соцветие будет называться сложный колос. Правильно. У каких растений сложный колос? Пшеница, рожь, ячмень. Посмотрите на изображение. Какое соцветие у моркови? Вспоминайте. Правильно. Сложный зонтик. Молодцы. Итак, ребята, биологическое значение соцветий. Почему растения собираются в группы? И должна же быть какая-то причина. Должно же быть какое-то биологическое значение. Конечно. Биологическое значение заключается в том, чтобы такое расположение цветков облегчает процесс опыления. То есть, если цветки мелкие или невзрачные, то цветы собираются вместе в большую группу, и тогда насекомым легко будет их отыскать. Почему насекомые садятся на цветы? Для процесса опыления они питаются нектаром и в то же время опыляют цветки. Тем самым происходит размножение. Вот здесь, ребята, вы видите насекомых и видите красивое растение шафран, которое произрастает в Азербайджане. Посмотрите внимательно, как оно выглядит. Итак, ребята, посмотрите и скажите, это соцветий или одиночный цветок? Правильно, это одиночный цветок. А здесь что вы видите? Конечно, здесь мы видим группу цветков, которые образуют соцветия. Ну, я думаю, вы справились. Справитесь с кроссвордом. Я думаю, когда вы откроете учебник, вы посмотрите на этот кроссворд. Мы с вами начнем решать, а вы затем продолжите. Посмотрите, какое соцветие подходит по смыслу данное. Посмотрите, как можно расположить буквы. Третья буква – С и пять букв. Какое соцветие подходит? Конечно, подходит кисть. А здесь вторая буква – О и тоже пять букв. Какое соцветие подходит? Колос. Конечно, я думаю, это очень интересно. Поэтому вы обязательно откроете учебник и продолжите выполнять это задание. И в начале урока мы с вами сказали, что растения размножаются семенами. Могут размножаться семенами, правильно? А раз они размножаются семенами, из семян вырастает новое растение. На прошлом уроке я вам предложила замочить семена фасоли, положить их на мягкую вату, смоченную водой, и наблюдать, как начинают они расти. Вот если кто-то из вас это сделал, а я уверена, что вы молодцы, вы всегда выполняете то, что вам говорит учитель, то вы увидели, что начинает появляться корешок, затем корешок прорастает из семени. Первым появляется корешок, а затем уже прорастает, появляются стебель, листья. Значит, семена дают начало будущему растению. А как, ребята, происходит, что из семени вырастает целое растение? Из чего же состоит семя? Нам с вами необходимо изучить строение семян. И вообще, семя. Откуда появляется семя? Из чего оно состоит, ребята? Семя состоит из следующих частей. Посмотрите внимательно, что вы прочитали. Семя состоит из кожуры, эндосперма и зародыша. Здесь вы видите три главные части. А теперь посмотрите внимательно сюда. Что вы видите здесь? Зародыш. Посмотрите, зародыш состоит из четырех главных частей. Корешок, стебелек, почечка и семидоля. Вы помните, что из корешка появляется главный корень. Значит, корешок дает начало корню. Стебелек и почечка выходят наружу вместе с семидолями. А вот семидоли, посмотрите, сколько здесь вы видите семидолей. Вот раз семидоля, два семидоля. Значит, вы здесь видите две семидоли. Значит, запомнили, что у растения фасоли строение семени фасоли. Есть зародыш, у которого есть корешок, стебелек, почечка и две семидоли. И семенная кожура. Но что мы здесь не видим, ребята? Чего нет? Нет, ведь мы уже сказали, что семя состоит из кожуры, эндоспермы и зародыша. Значит, у фасоли нет эндосперма. Значит, какие-то семена могут содержать эндосперм, а какие-то нет. Что такое эндосперм? Эндосперм – это запас питательных веществ, который необходим зародышу для питания. Тогда вы спросите, а где же запасаются питательные вещества? В семидолях, ребята. Вот у фасоли в семидолях запасаются питательные вещества. Запомнили? Запоминаем семенная кожура, зародыш, который состоит из главных частей, и отсутствие эндосперма у фасоли. Итак, ребята, только что мы сказали, что корешок, стебелек, почечка, семидоли – это зародыш. Значит, из семени и зародыша развиваются следующие части. Давайте повторим. Из чего формируется главный корень растения? Конечно, из корешка формируется главный корень. Вот корешок, из него формируется главный корень. На стебельке расположены главные части. Вот стебелек, видите? Вот стебелек, на нем расположена почечка, корешок. Главные части держатся на стебельке зародыша. Дальше, ребята. Еще раз повторяем. Зародыш – это зачаток будущего растения. Разобрали корешок, стебелек. Из почечки развивается главный стебель растения. А семидоли – это зародышевые листья, это видоизмененные листья. Посмотрите, ребята, вот семидоли. Когда вы рассматривали, как прорастает фасоль, то у фасоли семидоли выносятся наружу и осуществляют фотосинтез. Это зародышевые листья растения. А теперь давайте еще раз вспомним, сколько у фасоли семидолей. Две, правильно. Раз, два. Значит, растения, у которых две семидоли, называются двудольными. А если мы посмотрим на зерновку пшеницы, что мы здесь видим, ребята? Посмотрите внимательно. Что вы видите здесь? Вы тоже видите семенную кожуру, которая срастается с околоплодником. Вы видите здесь название эндосперм. Значит, у зародыша, у семени пшеницы есть эндосперм. У него также есть семидоли. Сколько семидоли? Посмотрите, семидоли. Вот она, одна семидоли. Одна семидоли. Есть эндосперм. А также есть зародыш, в котором есть корешок, стебелек и почечка. И запасаются питательные вещества в эндосперме. Вот, питательные вещества через семидоли поступают к основным частям зародыша. И таким образом зародыш питается. Значит, у однодольных растений одна семидоля. И у пшеницы, у семени пшеницы есть эндосперм. Это главное отличие от фасоли. Запомнили? Конечно, вы потом внимательно посмотрите, откроете учебник и выполните упражнение. А теперь давайте попробуем посмотреть, что мы здесь видим с вами. Под номером один, что написано, ребятки? Что это такое? Основная часть, на котором держится. Что это такое? Это стебелек. Конечно, первое пишем зародышевый. Я буду коротко сокращать. Зародышевый стебелек. Дальше. Под номером два, что у нас? Вспоминайте. Корешок, стебелек и почечка. Конечно. Почечка. Почечка. Верно. Под номером три. Зародышевый корешок. Ребята, я сокращаю слова, поэтому зародышевый я обозначаю буквой З. Зародышевый корешок. Так, под номером четыре, ребята, что окружает семя снаружи и защищает его от повреждений, от высыхания? Семенная кожура. И под номером пять, посмотрите. Раз, два. Что это такое? Две семидоли. Правильно. Значит, под номером четыре у нас семенная кожура. Я также сокращаю слова. Семенная кожура. И под номером пять две семидоли. Две семидоли. Стараемся писать аккуратно. Вы тоже ставьте аккуратно, соблюдайте знаки припинания и аккуратно пишите. Хорошо. Я думаю, вы удачно справитесь со всеми заданиями, внимательно прочитаете все, что написано. И если вы выращивали свои семена, посмотрите внимательно, как будет развиваться корешок, стебелек, почечка. Сделайте все необходимые задания. Вымойте руки с мылом, обработайте ту поверхность, на которой вы работали. И помните, несмотря на карантин, мы продолжаем учиться. Ведь школа – это храм знаний. Я вам желаю удачи. До свидания. До новых встреч. Здравствуйте, дорогие ученики шестого класса. Наша сегодняшняя тема – водяной пар в воздухе и атмосферные осадки. Для начала обратите внимание на слайд. Здесь перед вами две лужи. Лужа, образовавшаяся после дождя, через некоторое время испарилась. Что же случилось с этой водой? Куда же она испарилась? Давайте ответим вместе на этот вопрос. Для того, чтобы понять этот процесс, посмотрим небольшую диаграмму. Здесь перед вами диаграмма, на которой указаны определенные физические объекты. Солнце освещает и нагревает поверхность воды. Вода, испаряясь, образует облака. Что же такое сам процесс испарения? После нагревания воды, вода превращается в водяной пар. Этот процесс мы называем конденсацией. При этом процессе образуются облака. Ребята, облака бывают различных видов. Существует три разных вида облаков. Слоистые облака, кучевые облака и перистые облака. Каждые из них отличаются друг от друга своей формой, высотой образования и осадками, которые они производят. Скажем так. Например, слоистые облака. В основном образуются зимой, покрывают все небо. При их образовании температура бывает низкая и достаточно темно. Осадки выпадают небольшие. В основном дожди. Кучевые облака. Эти облака образуются в основном весной или и осенью. Образуются они высоко над уровнем земли. Образуются они посредством поднятия теплых воздушных масс. Эти теплые воздушные массы, конденсируясь, превращаются в водяной пар, который посредством образует кучевые облака. Из кучевых облаков выпадают в основном дожди. И, наконец, перистые облака. Образуются они высоко над уровнем земли. Примерно на высоте 6 километров. Состоят они в основном из ледяных капель. То есть вода здесь в твердом состоянии. Называются они перистыми в силу своего узора, своей формы. Как вы видите на слайде, они очень похожи на перья. Что же такое туман, ребята? Мы сказали, что облака образуются посредством испарения воды. Вода, конденсируясь, превращается в водяной пар, водяные капли. Если температура на поверхности земли очень низкая, то образование облаков предшествуется в первую очередь образованием тумана. То есть туман – это те же самые облака, только на поверхности земли. Туман препятствует движению дорог, препятствует, в общем-то, движению людей на земле и так далее. Для этого, например, на машинах имеются фары, которыми пользуются продвижение в тумане и так далее. Теперь, зная, как образуются облака, зная, что такое испарение, мы можем перейти на этап атмосферных осадков. Что же такое атмосферные осадки, ребята? Значит, после испарения воды в атмосфере, в воздухе образуется большое количество водяного пара. Имеется такая точка, которую мы называем точкой насыщения воздуха. После большого количества испарения воды с поверхности каких-либо водных бассейнов, в атмосфере, в воздухе имеется большое количество водяного пара, которое в определенный момент перенасыщается и дают нам небольшие осадки в виде снега, града, дождей и так далее. Значит, посмотрите на диаграмму, здесь все четко показано. Значит, испаряется вода, вода превращается в водяной пар, образуются облака и выпадают осадки. Ребята, осадки бывают у нас двух основных видов. Это осадки, которые выпадают из облаков, и осадки, которые формируются на поверхности земли, выпадают они из воздуха. Значит, дождь, снег, град, это осадки, которые выпадают из облаков. Дождь тоже бывает различных видов. Бывают ливневые дожди, бывает моросящий дождь и так далее. Дожди образуются при положительных температурах. При положительных температурах, как мы уже сказали, вода интенсивнее испаряется, интенсивнее образуются облака и чаще выпадают осадки в форме дождей. Если температура ниже, то вода, замерзая, кристаллизируется и образуется снег. Значит, это тоже вид осадков, но образуется он, как мы уже сказали, при низких температурах, примерно при нуле градусов и ниже. И, наконец, град. Град тоже является видом осадков, который выпадает из облаков, но образуются они высоко над уровнем земли, примерно выше 6 километров. Здесь вода кристаллизируется, превращается в лед и уже выпадает на поверхность земли в виде льдинок. Данный вид осадков достаточно опасный, он разрушительный, он может разрушать дома, крыши, машины, ломать стекла и так далее. И, как я уже отметила, у нас имелись два основных вида атмосферных осадков. Первый вид это были осадки, которые выпадают из облаков. Второй вид осадков это осадки, которые образуются на поверхности земли. То есть они выпадают из воздуха. При высоких температурах водяной пар, который находится в воздухе, начинает конденсироваться и превращаться в воду, водяные капли и, значит, оседать на деревья, на траву, на машины и так далее. Эту форму осадков мы называем росой. Если температура ниже, ноль и ниже нуля градусов, то вода кристаллизируется и превращается в льдинки и образуется иней. Обратите внимание на слайд. Ребята, как вы думаете, что здесь изображено? Здесь изображены ракетные самолеты, которые предназначены для того, чтобы разгонять облака, чтобы предотвратить или же предшествовать осадкам, которые могут пойти раньше, чем было суждено произойти. То есть, например, есть в странах, которые планируют, например, какие-либо спортивные мероприятия, например, футбольный матч и так далее. Зная, что прогноз погоды определил в этот день дождливую погоду, здесь проводятся такие мероприятия по разгонению облаков. Специальные химические элементы распрыскиваются на этой территории и мелкие частички льда, которые способствуют быстрому процессу атмосферных осадков. Здесь выпадают дожди или снег, и после чего уже при ясной погоде мероприятие может состояться достаточно легко. И, наконец, посмотрим, как же мы указываем на карте атмосферные осадки. На карте атмосферные осадки указывается цветом. Здесь приведен пример Азербайджана, то есть на каких территориях сколько у нас выпадают атмосферные осадки. Как вы уже поняли, атмосферные осадки мы отмечаем и миллиметрах, то есть, например, 100, 200, 500, 600 миллиметров осадков выпадают на той или иной территории. К примеру, возьмем самую светлую территорию Азербайджана, это территория Алята, здесь выпадает меньше 200 миллиметров осадков в год. Или же возьмем территорию Ленкеранской низменности, здесь выпадает более 1600 миллиметров осадков в год. Так вы сможете для всех регионов определить количество осадков, выпадающих за год. Спешу отметить, что эти данные это среднегодовые данные за год. Теперь давайте проверим наши знания и попробуем выполнить эти задания вместе. Расположите следующие выражения в логической последовательности. Здесь перед нами четыре выражения, нам нужно с вами установить логическую последовательность. Давайте вместе прочитаем каждое из этих выражений. Водяной пар превращается в капельке воды. Воздух поднимается вверх. Вода испаряется. Воздух охлаждается. А теперь установим последовательность. Значит, в первую очередь вода испаряется. Значит, пишем единицу. Дальше воздух поднимается вверх. Что же происходит дальше? Воздух охлаждается. Правильно. И, наконец, водяной пар превращается в капельки воды. То есть, идут осадки. Следующее задание. Здесь нам нужно перечертить таблицу в тетрадь вместе с вами и определить количество осадков в пунктах, указанных на схеме. Значит, у нас пункт А. Давайте посмотрим количество осадков в пункте А. Это у нас Большой Кавказ. Здесь у нас выпадает примерно 600 тысячи миллиметров осадков. пишем здесь 600-1000 миллиметров. Дальше. Пункт Б. Находится Курорасской низменности. Здесь выпадает 200-400 миллиметров осадков. Пишем 200-400 миллиметров. Пункт С. Предгоре Малого Кавказа. Здесь у нас выпадает 400-600 миллиметров осадков. Пункт Д. Это уже идет у нас гора Малого Кавказа. Значит, здесь 600-1000 миллиметров. Пункт Е. Находится близ Абширонского полуострова Алят. Здесь наименьшее количество осадков 200 миллиметров. И, наконец, пункт Ф. Ленкеранская низменность. Максимальное количество осадков больше 1600 миллиметров. Следующее задание тоже применение полученных знаний. Назовите три общие черты дождя, снега и града и закончите приведенные ниже предложения. Их называют атмосферными осадками. Атмосферными осадками. Они состоят из водяных и, наконец, они выпадают из облаков. Назовите две общие черты росы и иния. Они оба являются осадками. И еще роса и инии это осадки, которые выпадают на поверхности земли. Напишем коротко осадки и поверхность земли. Напишем поверхность земли. То есть это означает, что они выпадают на поверхности земли с воздуха. Не с облаков, а именно с воздуха. И, наконец, последнее задание. Ребята, это задание после урока, но, несмотря на это, я хочу вам его объяснить, так как здесь идет у нас решение задач. Здесь мы с вами будем использовать знания с математики. Значит, давайте прочитаем вместе условия. Ученые рассчитали, что снежинки падают на землю со скоростью 1 метр в секунду. Значит, пишем снежинки, скорость падения снежинок будет 1 метр в секунду. Пишем капли дождя будет 6 метров в секунду. Пишем капли дождя. И еще у нас есть с вами в условии расстояние 1080 метров. Расстояние отметим буквой С 1080 метров. Скорость у нас из математики мы знаем, что отмечается буквой В. Значит, скорость у нас снежинки 1 метр в секунду, скорость капли дождя 6 метров в секунду, расстояние 1080 метров. Зная формулу, вычислим время падения каждого из атмосферных осадков. Формула у нас такая. С равно В умноженное на Т. В здесь скорость, Т время. Теперь отсюда Т будет равняться С деленное на В на скорость. Теперь давайте напишем решение. Для снежинки у нас будет Т равно расстояние у нас 1080, скорость падения снежинки 1 метр в секунду. Это равняется у нас 1080 метров. И то же самое уже сделайте самостоятельно для капли дождя. Ребята, на сегодня все. Как всегда, обязательно прочитайте тему по учебнику и выполните задания для закрепления своих знаний. Всем спасибо за внимание и до следующего раза. лабиринта. Добрый день, дорогие ученики. Сегодня мы продолжаем изучение третьего модуля, урок пятый. Урок пятый будет посвящен тоже лабиринту, но главной целью нашего урока будет не запрограммировать лабиринт, а проанализировать его. Перед вами лабиринт, который мы создавали на предыдущих уроках. Главный герой это космическая собачка, которая должна дойти до своей цели, до кристалла, но в этом ей будет мешать вот эта молния. Дойдя до кристалла она переходит на следующий уровень, дойдя до следующего кристалла она переходит на следующий уровень, это уровень о победе. Кто-либо из вас читал ли обзоры игры? Как вы думаете, для чего это нужно? Вообще, для чего нужны обзоры игр? На основании обзоров люди принимают решение купить или нет, играть эту игру, стоит ли ее играть или не стоит. Перед вами отзывы к одной игре. Можно по ним решить, стоит ли играть эту игру или нет. Посмотрите, вот несколько примеров, например, игра классная, всем играть, в это играть нельзя, лучшая игра сезона, жалею, что потратила время. теперь посмотрим следующие отзывы. Игра интересная, быстро проходится, мне понравилось, как быстро удалось победить на втором уровне. Или в игре пять уровней, на всех действует один герой-гракон, он переходит с уровня на уровень, собирая золотые монеты. Прочитав эти обзоры, вы навряд ли поймете, стоит ли эту игру играть или нет, насколько она будет интересна. Есть еще такой вид обзора, например, здесь рассказывается, сколько в игре уровней, в игре три уровня, герой игры, описывается, кто главный герой, это герой игры рыбка, который плавает по лабиринту в поисках морских звезд, а осьминог ей мешает. Но на втором уровне, здесь уже рассказывается про второй уровень, осьминог так удачно стоит у выхода, что у рыбки нет шансов проплыть мимо него. Игру закончить так и не удалось. Сегодня составим отзыв, научимся правильно создавать отзывы к игре. Что важно, в отзыве должно быть количество уровней, сюжет игры, кто герой, какая у героя цель, сложность игры, какой враг, что он делает, как легко проскользнуть через этого врага, возможность прохождения игры, враг дает возможность пройти уровень, уровни переключаются при касании цели. Перед вами вот такая игра. Здесь главный герой белый медведь, который должен дойти до этой цели, до рыбки клоуна. Но тут ему будет мешать вот такой большой бегемотик с крыльями. В этой игре будет всего три уровня. Первый уровень это когда он должен дойти до рыбы клоуна. Касаясь его он переключается на следующий уровень. Тут мишка должен повернуться и дойти до этой рыбки. Дойдя до этой рыбки переходит следующий уровень это уровень о победе. Сюжет игры такой. Главный герой белый медведь он перемещается по лабиринту от старта до цели. Цель вот эти две рыбки рыбы клоун и синяя рыбка касаясь их мишка переходит на следующий уровень и здесь игровой враг. Главный персонаж двигается по лабиринту но вот эти игровые враги они будут мешать ему проходить этот лабиринт. Теперь посмотрим составим вот такую табличку здесь у нас три столбика в первом столбике уровень потом сложность и переключение уровней. На первом уровне что какая у нас сложность средняя пройдена с третьей попытки то есть мишка сможет дойти до рыбки клоуна но это будет немножко сложно потому что ему будет мешать бегемотик. Потом проверяя второй уровень можно увидеть что вероятность пройти этот уровень сложная. Почему? Потому что размер героя выбран неправильно. Мишка когда должен пройти через стенки лабиринта он их касается и по этой причине он не может дойти до своей главной цели. Теперь составим вместе отзыв об игре. Надо указать количество уровней сюжет игры сложность игры и возможность прохождения игры. Пример отзыва. Игра лабиринт состоит из двух игровых уровней. В лабиринте героя медведя встретят огнедышащий летающий бегемот и злобная стрекоза. Медведю нужно собрать всех рыбок только тогда он сможет выйти из лабиринта. Первый уровень игры он средней сложности. Чтобы его пройти нужно внимательно понаблюдать за действиями бегемотика и тогда можно будет его пройти. Пройти игру до конца не удалось. Почему? Потому что медведь слишком большой для того, чтобы когда он поворачивается в лабиринте он задевает стенки лабиринта. а по условию игры если персонаж задевает стенки лабиринта если он касается его то он переходит в начальную точку уровня где он изначально находился когда начинался этот уровень игры. Теперь я вам покажу задание на платформе сделаю обзор нашей игры лабиринт и покажу несколько заданий как их выполнить. Вот дорогие ребята посмотрите перед вами игра лабиринт которую мы создавали на прошлых уроках тут при помощи клавиатуры мы можем управлять нашим персонажем теперь он должен дойти до кристаллика не задев мячик потому что если он заденет мячик он перейдет на начальную точку теперь он должен пройти до кристалла не задев солнышко дойдя до кристалла переходит следующий уровень о победе теперь посмотрите если мы хотим выбрать другого персонажа пусть это будет не марсабод а какой-то другой персонаж мы можем нажав на эту кнопочку выбрать любого другого персонажа здесь у нас открывается большой список спрайтов поэтому для своей игры вы можете выбрать любой персонаж можете выбрать голубя можете выбрать стрекозу даже барабан можете выбрать космическую собачку фрукты можно выбрать тарелочку с фруктами это уже будет от того какую вы игру хотите создать также что касается вот этих врагов игровых врагов их тоже можно выбрать любого какого хотите не обязательно выбирать вот этот мячик что касается цели цель тоже можно придумать какую-нибудь другую то есть не придумать а выбрать из этого большого списка можно и буквы выбрать можно и животных выбрать вот видите есть очень большой список а как будет двигаться враг какой у него будет механизм действия вы уже продумывайте сами я вам предложила два варианта один вариант он спускается вниз потом поднимается обратно вверх второй вариант вот видите он вот так вот изменяя по оси х он движется медленно если вы хотите ускорить движение вот этого солнышка надо выбрать спрать солнышко и тут в движениях вот где команда у вас плыть вот это скрипт он нужен для того чтобы вот это солнышко вот так вот двигалось обязательно даем ему команду показаться что у нас здесь происходит здесь я например написала ему чтобы он плыл три секунды если я напишу плыть одну секунду солнышко будет двигаться очень быстро посмотрите как это будет выглядеть вот масштабод при помощи стрелочки я ускоряю прохождение игры вот видите как быстро начинает двигаться солнышко поэтому если вы хотите замедлить его действия вы здесь вот секунды можете увеличить 4 5 3 это тоже будет на усмотрение вашей игры главное придумать так программу для вашего персонажа чтобы вы смогли ее пройти и другие участники тоже вопрос первый посмотрите вагончик движется вправо влево выберите скрипт который описывает такое движение если он движется вправо и влево вот как здесь показано если он двигается вправо и влево то вы должны будете написать скрипт при котором при нажатии на стрелку влево или вправо меняется координата х вот надо будет выбрать вот этот вариант ответа следующий посмотрите тоже очень интересная игра что в этой игре надо будет выполнить вот ваш голубь если запустить он должен у вас двигаться и вы им управляете с клавиатурой и суть игры такая если он касается звездочки то у вас здесь количество очков должно меняться как это сделать у вас уже готовый скрипт написан готовый скрипт написан вам просто надо добавить касание для этого посмотрите какую мы программу для этого напишем если касается используем сенсоры если касается цвета нажмем на 100 программы выберем нужный цвет нажимаем на эту пипеточку и выбираем цвет например если он касается желтого цвета пусть количество очков изменится на минус 1 это выбираем переменных изменить на минус 1 пусть количество очков уменьшается вот минус 1 а если вы выберете голубой цвет можно продублировать просто поменять здесь цвет минус 1 поменять на единицу чтобы увеличилось на единицу но цвет надо обязательно поменять выбираем например вот этот голубенький цвет если наш голубь касается голубой звездочки то изменить очки на единицу посмотрите вот перед вами голубь нажимая на флажок звездочки начинают свое движение а голубь вот задеваете звездочки изменяет количество своих очков поэтому он в этой игре должен собрать синие голубые звездочки чтобы набрать как можно больше очков на этом все дорогие ученики вашим домашним заданием будет выполнить задание на платформе на тему лабиринт 5 на этом наш урок закончился берегите себя одевайте маски соблюдайте социальную дистанцию мойте почаще руки спасибо вам за внимание до свидания до свидания